ДИАЛОГ В СТУДИИ 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 Итак, мы не раз говорили об этом по радио, телевидению. Еще раз скажу, уже подошел март месяц, середина скоро. Действительно, озимы перезимовали неплохо, благодаря тем погодным условиям. Была теплая зима у нас, относительно неплохие осадки были в декабре месяце, но потом уже дальше не было особых осадков. И в январе был снег практически на всей территории Гагаузии, но на юге было больше, поэтому сегодня мы видим и накопление влаги в метровом слое почвы. Если взять Камрадский район, это 65% от нормы необходимой, которую мы должны на 1 марта иметь, около 150 мм влаги в почве в метровом слое. Мы имеем чуть более 100 мм здесь, в Камрадском районе, а в Вулканишском районе мы имеем около 145, то есть почти нормы. При необходимых 150 мм, да. Там снег был более высокий, более большой, и поэтому чуть больше влаги в почве есть. Конечно, хотелось бы, чтобы еще были какие-то осадки, и надеемся на это. Очень важны осадки в вегетационный период, когда растения уже развиваются. Но на сегодняшний день, еще раз повторюсь, а зимы чувствуют себя неплохо. Вчера мы были по полям тоже немножко, проехали, посмотрели, вегетация пошла. Те хозяйства, которые не внесли удобрения в зимний период, они сейчас вносят с елками корневую систему. Вот, и те 48 тысяч гектар, около 37, это пшеница, 7 тысяч гектар ячменя, около 4, чуть более, там у нас рапс имеется. Вот, чувствуют себя неплохо. Благодарю. Мы работаем в прямом эфире, 2.49.60, номер студии, ггус-радиус и собачка-майл.ру, адрес нашей электронной почты. Уважаемые слушатели и телезрители, мы будем готовы общаться с вами и озвучивать ваши вопросы, поступившие на нашу почту, примерно в 14.30. Пока буду задавать мои вопросы. Андрей Петрович, я знаю, что вы с коллегами отслеживаете данные гидрометеорологической службы. Какие прогнозы на весну? Какой погоды ожидать? Ждать ли заморозков весенних? Есть ли такая угроза в целом? Заморозки весенние в нашей зоне, они есть, и угроза такая есть. И чем позже эти заморозки весной, тем хуже для нас. Если сегодня, вот мы по утрам видим заморозки, это еще ничего страшного. Начнется цветение, тоже ничего страшного, потому что цветок, он закрывает зависть своими чашелистиками. Но когда уже отцвело, отцвели деревья, вот тогда уже плодик остается он голый, без покрытия. И вот ножка, на котором висит этот плодик или стоит, он на 98-99% состоит из воды. Поэтому любое снижение температуры в этот период, это где-то конец апреля, начале мая, снижение температуры до минус 1 градуса, это уже губительно, потому что плодик, вернее, эта ножка, она замерзает. И через несколько часов уже чернеет и падают плоды. Это что касается плодовых деревьев, так? Это плодовые деревья. А зимы? Для них угроза по-прежнему есть? Нет, для зимы культур заморозки не представляют собой никакой опасности. Это культуры, которые приспособлены к этим температурам понижения. Поэтому по отношению к зимам нет опасности. Аграрии приступили к посеву ранних яровых культур. Опять же, из ваших сообщений, Андрей Петрович, благодарим вас за сотрудничество с нами, с журналистами. Мы знаем, что ими будет засеяно около 4000 гектаров, правильно, да? И тут снова надеемся на то, что этот сельскохозяйственный год окажется благоприятным и дождливым. О таких прогнозах уже можно говорить? О том, каких дождей ожидать в этом сезоне? Да. Дело в том, что долгосрочные прогнозы, они очень редко сбываются и оправдываются. И я отношусь к той категории людей, которые не верят в эти долгосрочные. Кто-то говорит по каким-то приметам, мы видим, что год будет такой-то, такой-то. Я верю в эти прогнозы, которые говорят на 3-4 дня или до недели, и оно действительно чаще всего сбывается. Но не более этого срока, правильно понимаю, Андрей Петрович? Не более, не более. Вот эти сроки, они примерно где-то на 90% как бы сбываются, оправдываются. А больше уже практически наука не может так далеко прогнозировать. Надеемся, конечно, наши аграрии сегодня делают все, что от них зависит, для того, чтобы иметь урожай. Защитить от тех же заморозков, можем сказать, что готовятся ребята, завозят где-то солому, жгут ее перед заморозками. Или же есть новые технологии для того, чтобы уберечь. Есть технологии, которым переходят уже влагоудерживающие технологии, влагосберегающие, энергосберегающие технологии. Надеемся на то, что действительно будут какие-то осадки, и будем иметь то, к чему стремимся, и то, ради чего делаются эти большие инвестиции. Благодарю. О семенном материале тоже хочу спросить, потому как от его качества зависит и будущее, и урожай. Сертифицированный семенной материал производят и местные агрохозяйства. Я знаю, что вы, Андрей Петрович, их рекомендуете. В первую очередь нашим сельхозпроизводителям. Скажите, насколько местные семена конкурентоспособны? Не в целях рекламы, но я скажу, что действительно, если приобретать наши семена, наше агрохозяйство могут рассчитывать еще и на субсидии. 25% стоимости семян возвращаются обратно хозяйством в виде субсидий. У нас 5 семеноводческих хозяйств в Гагаузии. Готовятся нормальные семена, опробированные семена, которые именно подходят для возделывания в нашей зоне. Конечно, хозяйство пробует и импортные семена понемногу на полях. Мы видим эти семена тоже хорошие годы, они дают урожай, можно сказать, чуть больше, даже чем наши здесь районированные сорта местные. Но в засушливые годы наши семена выигрывают, потому что они именно приспособлены к этой зоне. Семена это в основном одесской селекции и бельской селекции. Вот эти семена разводят наше хозяйство, имеют элитные репродукции. И первую репродукцию реализуют для хозяйства. Хозяйство, которое приобрело семена элитной репродукции, он может эти семена сеять потом еще 3-4 года, свои семена уже. При этом получить, как я сказал, первый раз, когда приобретает семена водческого хозяйства, получает 25% возмещения стоимости этих семян. Благодарю. Скажите, в садах и на виноградных плантациях все ли работы весенние завершены уже на сегодняшний день? Практически, можно сказать, на 95% осуществлена обрезка садов и виноградников. Остались только самые молодые насаждения, которые были посажены в прошлом году. Они обрезаются в самую последнюю очередь, чтобы избежать вот этих морозов, которые возможны. Но сейчас уже, думаю, что этих морозов не будет. На этих плантациях тоже завершается работа. Эти сады и виноградники, они формируются сейчас. Вот, поэтому они остались в последнюю очередь. Где-то около 350-400 гектар. Я думаю, в течение этой недели эта операция завершится. Вынос лозы с виноградниковых садов и сады косточковых пород сейчас уже опрыскиваются против болезней. Относительно болезней будет мой следующий вопрос, Андрей Петрович. Журналисты Молдовы в своих публикациях этой весной поднимают очень серьезную тему и проблему. Бактериальный рак. Они сообщают о том, что огромное количество плодовых садов Молдовы поражены этой болезнью. В каком состоянии плодовые деревья в садах автономии и сталкиваются ли наши аграрии с этой проблемой? Да, бактериальный рак это не новая болезнь. Она уже много десятилетий есть. Еще в советское время я работал в колхозе. Уже были такие случаи у нас. Но сейчас, казалось бы, технологии. И саженцы закупают наши аграрии за границей в основном. Да, вот в том-то и дело, что в советское время саженцы производились здесь, на месте. В Советском Союзе было очень строго насчет этих плантаций, которые высаживались подвойного материала, привойного материала, чтобы сделать эти саженцы. Буквально недавно были раскорчеваны последние эти подвойные плантации, которые в советское время еще. Это были безвирусные, это были нормальные саженцы. Но потом, уже в 90-е годы, когда начали хозяйство, эти новые хозяйства появились, начали ребята работать. Многие были люди, которые имели деньги, но не имели специалистов своих. Их завозили разные материалы из-за границы. И попадались, действительно попадались такие саженцы, высаживались плантации, на которых через пару лет обнаруживались эти раковые заболевания. Были у нас и сады такие, и виноградники с раковыми заболеваниями. Конечно, эти плантации, они очень уменьшаются, сильная урожайность них. Из года в год изреживание плантаций происходит, более слабые растения высыхают, и потихонечку эта плантация, она приходит в негодность. По сути, уничтожаются целые сады, да, и плантации виноградные? Да, уничтожаются. Конечно, раньше был такой препарат, назывался ДНОК, им можно было обрабатывать против раковых болезней, где-то выходили из положения. Последнее время он снят с производства. Сегодня есть такие плантации в Гагаузе, их немного, где наши руководители, специалисты агрохозяйств стараются избежать этих негативных воздействий этой болезни. Они обрабатывают чистым раствором меди в весеннее время, пока еще нет вегетации. Но технологию не буду объяснять, специалисты все знают об этом, кто не знает, может обращаться к нам. Не скажу, что эта болезнь такая уж распространенная, и она наносит существенный вред. Но на тех плантациях, где она есть, то там действительно она поражает и значительно уменьшает урожайность. Андрей Петрович, примем звонок, хоть я и сообщила о том, что будем готовы общаться в 14.30. Нет? Есть, да? Коллега сообщает, что ожидает слушатель на линии. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Единец. Слушаем вас, Николай. Я хочу спросить у господина подсолнуков, вот на подсолнуках говорили, и где можно на севере, в Единце, я понимаю, вот в Бельске, одесские шарта и бельские, но где можно покупать, вот в Единцах есть такие места, и цена какая подсолнука, которые вот на 3-4 года можно свою продукцию съедать. Именно семенной материал, да? Да, да, да. Благодарим вас. Спасибо. Я говорил о семенном материале, о зимах культур, не говорил о подсолнухе и о кукурузе. Подсолнух и кукуруза в основном наше агрохозяйство приобретают, это импортные сорта, импортные гибриды, и нельзя подсолнух, которые вы посеяли, потом сеять еще 3-4 года. Я говорил это о пшенице, об ячмене и о горохе. Вот, а подсолнух, его невозможно сеять. Это гибрид, который сегодня посеял в этом году, убрал, он уже превращается в товарный продукт. И в следующем году снова надо покупать семенной материал, да? Совершенно верно. В следующем году надо снова покупать гибрид. Вот. Поэтому здесь к подсолнечнику не относятся. Но в Молдове можно купить подсолнечник? Есть такая информация? Да, конечно. Такая информация есть. Если вы съеденец, то вы обращаетесь в отдел сельского хозяйства вашего района. Отдел сельского хозяйства находится в райадминистрации. Там обязательно есть несколько человек, которые курируют сельское хозяйство. Если вы где-то в Камраде, заходите к нам в управление сельского хозяйства. Мы поможем, дадим вам много адресов. То есть отделы сельского хозяйства и управление у нас здесь в автономии всегда готовы помочь? Даже мелким крестьянским хозяйствам? Любым, даже не нашим. Потому что это тоже наши люди. Республика Молдова, почему нет? Глава агропромышленного комплекса Андрей Димитро, глав нашей студии. Говорим о сельском хозяйстве и о перспективах в этой отрасли. Андрей Петрович, площадь виноградников в этом году увеличится. Речь о 150 гектарах рентабельных столовых и технических сортов винограда. Об этом, опять же, вы нам сообщали в выпусках наших новостей на радио ГРТ. Скажите, это говорит о том, что появились новые перспективы для этой отрасли, для сбыта столовых сортов и для наших вин гагаузских? К сожалению, если говорить о сбыте столовых сортов, я бы здесь не сказал, что есть новые рынки сбыта. Наоборот, у нас Российская Федерация ввела эмбарго на растительную продукцию из Молдовы. Мы очень страдаем от этого. Если в прошлом году до 15 августа каким-то образом, в связи с тем, что война на Украине, мы обходили эту территорию, вернее, наши экспортеры, и отправляли продукцию Российскую Федерацию через европейские страны, через Прибалтику, Белоруссию и с южной стороны через Турцию, то сегодня мы и этими путями не можем воспользоваться, потому что эмбарго. С 15 августа Российская Федерация не покупает продукцию. Сады и виноградники сажаются, вы правильно сказали, где-то около 150 гектаров виноградников будет посажено этой весной, но эта цифра, опять же, к сожалению, она не та, которая нужна. Мы должны здесь, в Гагаузии, сажать около 400 гектаров виноградников ежегодно, чтобы мы могли постепенно держаться на том уровне, той площади, которая у нас имеется. Мы имеем около 5000 гектаров, чуть больше виноградников, и 2,5% от виноградников ежегодно мы должны корчевать, и 2,5% мы должны сажать новых, чтобы все время вот эта цифра примерно у нас была. Поэтому 150 гектар маловато, но думаю, что если найдутся, Минсельхоз работает, ищут пути, возможности реализации нашей продукции. Недавно мы делали совещание, семинар с участием нашего министра, специально приглашали его к нам в Гагаузию для того, чтобы именно поговорить по вопросу экспорта, и пригласили также такую большую организацию, как Молдова Фрукт Ассоциация. Они тоже были, объясняли, какими странами, куда выезжали, какие договоренности предусматриваются о возможности экспорта нашей продукции, то есть переориентации ее на другие рынки. Поэтому работа идет, надеемся, что будет возможность экспортировать и расширять свои площади. Эти 150 гектаров новых виноградных плантаций будут посажены в этом году при поддержке государства и региона, либо это инициатива, опять же, вложения самих экономических агентов? В первую очередь, конечно же, это инициатива и вложения экономических агентов, это их инвестиции. Они сообщают нам, что мы хотим посадить там-то, там-то. Мы включаем их в свой список, при посадке, после посадки они приглашают наших специалистов, выезжаем, смотрим, измеряем эту территорию. У нас есть специальные спутниковые приборы, точное измерение происходит. И получаем от них проект, всякие документы, которые необходимы в соответствии с нашим законом о субсидировании и положении. И в дальнейшем мы обращаемся в исполнительный комитет о выдаче субсидий. На каждый гектар Гагаузии 15 тысяч лей выдается на посадку технических сортов и 25 тысяч лей на посадку столовых сортов винограда. Республика, в зависимости от густоты уже посадки, есть другие параметры. Там идет до 80 тысяч лей экономический агент может получить, опять же от 25 до 80 тысяч лей может получить, в зависимости от густоты стояния растений. Также республика субсидирует и шпалерные проволоку, столбы. В Гагаузии мы субсидируем только саму посадку, площадь посадки. Из этих 150 гектаров какие-то плантации будут высажены по системе пергола? Нет, пока что нет. Такие хозяйства, такие примеры достаточно успешные есть в Гагаузии, поэтому это интересовалось. Может кто-то еще решит? Нет, пока в этом году, по крайней мере, нам об этом пока не заявлено. А уже саженцы и сорта определяют сам экономический агент, так Андрей? Сам экономический агент, да. Но мы делаем в течение года много семинаров и совещаний, на котором, естественно, обращаем их внимание на то, что вот эти сорта сегодня востребованы рынком. Если вы посадите эти сорта, вы получите плюс еще к тем субсидиям, которые вы можете получить, еще плюс сверху можете получить. Потому что рынок требует сегодня вот такие, такие, такие сорта. Виноделы об этом говорят, мы говорим об этом. Есть определенные требования рынка. Да, требования рынка. И мы видим это не на сегодняшний только день, а это будет на 2, 3, 5, 10 лет вперед. Это особо ценные сорта, которые и в мире, и в Европе, и у нас определяются. И мы видим, что где-то на 10 лет вот эти сорта будут наиболее востребованы. Но наша Молдова по-прежнему ценится везде и всюду, да? Молдова как столовый сорт вы имеете? Да. Да, действительно, как столовый сорт винограда. Молдова очень ценится. Она есть плантации уже на Западе, и в Испании, и в Германии, и в Венгрии есть. Ну, соответственно, наверное, и в Румынии, и Болгарии. Вот. Она очень ценна тем, что очень легкая, транспортабельная, хорошо хранится. Можно даже не в особых условиях хранить ее до марта месяца. По этим категориям она превосходит практически все сорта. Ну, и вкусовые качества, конечно же. И вкусовые качества, и, наверное, целебные свойства, потому что черный виноград, и действительно, его очень многие ценят. Андрей Петрович, чуть выше Вы сказали о том, что необходимо ежегодно обновлять плантации, выкорчевывая старые и сажая новые. Скажите, какие плантации все-таки, как определяется, какие следует выкорчевать? Потому как мы помним период, когда активно прибегали к этим работам наши производители, выкорчевывая старые виноградные плантации. Дело в том, что по нормативам виноградная плантация должна служить, если хорошо за ней ухаживать, 40 лет. Примерно 2,5 износа или амортизации, мы говорим, в год. 2,5 умноженное на 40-100%. То есть 40 лет может служить виноградник. Но чаще всего, как в последнее время, так и стараются экономические агенты довести. Но бывают случаи, когда, вот как мы чуть раньше затронули болезнь, раковую болезнь, бывают и другие болезни, которые постоянно на виноградниках, и постепенно становится виноградник нерентабельным к использованию, из-за того, что выпады высыхают растения, он изреженный получается, дает урожай на слабую. И экономический агент принимает решение его раскорчевать. Бывает это и в 20, и в 25 лет, когда винограднику. Поэтому вот это основные критерии, по которым сегодня можно корчевать виноградник. И уже следом можно сажать здесь новые плантации, либо как-то все это должно происходить по другим технологиям? Не рекомендуется сразу после виноградника сажать, опять же, виноградник. Виноградник, как и другие растения, он вносит в основном с земли те питательные вещества, которые он требует, этот виноград требует. Допустим, пшеница, другие вещества, больше ему нужны подсолнечник, другие винограду, другие вещества. Поэтому где-то около 5 лет на этих, ну и кроме этого, накапливается в корневой системе разные болезни, вредители. Вот, чтобы уйти от этого всего комплекса, необходимо 5, может и больше лет, если есть возможность, сеять другие культуры. Лучше всего сплошного покрова культуры, это пшеница, ячмень, горох, чтобы убить сорные растения, убить болезни и накопить какие-то питательные вещества. Спасибо. Сельское хозяйство должно быть переориентировано на эту тему в последние пару лет. Достаточно много говорится среди аграриев, и сделать это вынуждают климатические изменения у нас в регионе. И в целом, вы с коллегами, я знаю, что провели анализ на основе данных, собранных за последние шесть десятков лет, и было определено, что средний температурный режим превысил норму. Кроме этого, за последние годы существенно снизился уровень осадков. Также я знаю, что вы с коллегами, Андрей Петрович, подготовили специальную программу и подготовили рекомендации для сельхозпроизводителей. Скажите, насколько активно уже наши аграрии включаются в этот процесс переориентации сельского хозяйства? Что пересматривают, какие новые технологии применяют? Чтобы адаптироваться к сегодняшним условиям сельскохозяйства? Действительно, Главное управление промышленного комплекса представило исполнительному комитету и была принята программа адаптации к изменениям климата и экологическим рискам в агропромышленном комплексе Гагаузии. Мы проанализировали действительно за ряд лет, есть данные у нас в АПК, с 1946 года, количество осадков, выпадаемых, температурный режим. И в последнее время, уже, наверное, около 15-20 лет, мы постоянно, еженедельно получаем с метеостанции данные о температурном режиме, самое высокое, самое низкое, об осадках, которые выпадают. Сделав анализ, мы действительно заметили, что температурный режим, который был до 1991 года, среднегодовой температурный режим, отличается от температурного режима, который сегодня, в 2023 году, с 1991 по 2023, и далее до 1935, примерно так мы прикидываем, что примерно на 2,1 градуса среднегодовая температура увеличилась. Казалось бы, это немного, но если взять во внимание, что в то время была температура около 10,5 градусов, то сейчас ожидается около 12,5 градусов. Здесь уже видно, что значительное увеличение температуры. И связано с температурой, естественно, и усвояемость или эффект дождей. Если дождь пошёл и температура более умеренная, он один эффект даёт, а если уже мы говорим о том, что после дождя температуры будут выше, будет жарко, то усваиваемость этой влаги будет меньше, потому что она быстрее проветрится, быстрее иссушится. В связи с этим мы сделали много рекомендаций через эту программу. В первую очередь, это переход на более устойчивые к засухе, к нетребовательной влаге сорта породы растений. Я ещё раз говорю, что эти сорта, которые выращивают наше семеноводческое хозяйство, они более приспособлены, они из года в год выявляют более приспособленные к нашим климатическим условиям сорта. То есть это может быть та же кукуруза, но более устойчивая к засухе, да? Да, 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 это та же кукуруза, это та же пшеница, но более устойчивая. И вот эти сорта рекомендуем. Кроме этого, рекомендуется и новые породы. Скажем, если кукуруза, она требует где-то около 500-600 миллиметров осадков в год, нужно для того, чтобы он дал нормальный урожай, то есть такие культуры, как сорга, скажем. Он тоже имеет хорошие питательные вещества, но он значительно менее требовательен к влаге. Поэтому мы рекомендуем вместо кукурузы потихоньку, все в обороте, хозяйством иметь и такую культуру. Это тоже кормовая культура, она идет особенно требовательная, где птицу уращивают. Если мы видим, что где-то, значит, 10 лет, 12 лет назад в Гагузии было около 200-300 гектаров сорга, то в последние годы площадь этой культуры доходит до 4000 гектаров и выше. Но мы возвращаемся к этой культуре, правильно понимаю? Разве 3-4 десятка лет назад ее не возделывали у нас здесь на юге? Эта культура, да, она как бы была. Потом постепенно ушли, да, сейчас возвращаются. Не новая культура, да, но она не была никогда преобладающей среди наших культур. Она была меньше всегда, чем пшеница, меньше кукуруза, но эта культура не новая. Но мы видим, что она дает неплохие урожаи даже в засушливые годы. Она более относительно устойчива к засухе, поэтому мы рекомендуем. Кроме этого, рекомендуем новые породы в садах. Это косточковая порода, которая менее требовательна. Опять же, по сравнению с семечковыми, это яблоки. Яблоко, груша, эта порода, она более северных районов Молдовы. Там выпадает осадка, если у нас где-то около 450 мм, там 600 и более мм в год выпадает. Также на новые влагоудерживающие технологии переход. Это технологии мини-ТИЛ, ноу-ТИЛ и стрип-ТИЛ. Если можно о технологиях чуть позже, на линии ожидает наш слушатель. Предлагаю выслушать. Здравствуйте. Кирилл Кириллович, при всем уважении призываю вас к лаконичности. Спасибо. Уважаемый Валентин Андрей Петрович, вы являетесь начальником управления сельскохозяйства автономии. Как так получается, что во время вашего управления никакие отчетные и отчетные выборы собрания не проводятся? Кто как хочет, так и творит. Скотчиком не считается. Договора, как заключились много лет тому назад, так и по течению идет. Хотя пащина увеличилась, а сады виноградной плантации уменьшились. Вопрос. Почему вы, как начальнику сельского хозяйства управления, не проводите или не организуете такие собрания? Ведь люди возмущаются, а высказываются боятся. Лозунг не нравится, забери, обрабатывай. Поэтому все помалчивают. Это входит в ваши обязанности. Присутствовать на собрании, выслушать и делать соответствующие выводы, чтобы кводчик почувствовал свою опору. Спасибо, если можно ответить. Благодарим вас. Да, Кирилл Кириллович, вы правы. Особенно, когда вы сказали, что входит в наши обязанности присутствовать там и говорить, и рекомендовать, и объяснять. В этом вы правы. Но организовать собрание – это ваши привилегии. Вы должны со скотчиками вместе собраться и подойти к руководителю и сказать, что мы хотим организовать собрание отчетное или отчетно-выборное. Это ваши полномочия. Конечно, если такие будут собрания, мы всегда в них участвуем. Ни один раз мне приходилось участвовать в селе Кангас, СПК и Ниджа, Кайрым, Кафадар, Тресор. Вот помню, ни один раз я был в этих хозяйствах. Но когда нас приглашают, да, мы едем. Но инициировать такое собрание мы не можем. Это только квотчики могут или руководитель сам этого делает. Опередил меня, уважаемый Кирилл Кириллович, своим вопросом относительно взаимоотношений между арендаторами и арендодателями земель. Я тоже дополню вопросом Андрея Петровича относительно того, в какие сроки арендаторы должны рассчитаться с арендодателями. Известно ли вам, что еще не все акрохозяйства рассчитались с квотчиками за прошлый сельскохозяйственный год? Вы как-то контролируете этот вопрос? Да, мы контролируем этот вопрос. Наши агрохозяйства в Гагаузии, я скажу, что в этом отношении очень ведут себя неплохо. В большинстве своем. Практически можно сказать все, потому что мы ежегодно публикуем через Вести Гагаузии, в газете Вести Гагаузии, публикуем информацию о выдаче натуроплаты за аренду земли. Это ежегодно мы делаем, и в этом году мы тоже сделали, собрали со всех хозяйств информацию, кто сколько выдал за аренду земли. В разных селах квота у людей разная. Где-то есть и 3 гектара, и выше 3 гектаров, где-то есть около гектара, полтора гектара. В этом отчете указаны абсолютно все агрохозяйства автономии, Андрей Петрович? Ну, у нас тысяча, чуть более тысячи хозяйств автономии. Сложно отследить все. Очень много крестьянских хозяйств мелких, которые имеют 5 гектар, 10 гектар, 20 гектар. Мы не можем со всеми, но примерно 200 хозяйств, с которыми мы постоянно работаем, и они имеют около 90% площадей обрабатывают эти 200 хозяйств. Вот, мы с ними работаем, и мы показываем. А остальные хозяйства, их много, но они занимают всего лишь 10% площадей. Какие взыскания возможны, законные имея в виду, в случае, если агрохозяйство в срок не рассчиталось с квотчиками? Сегодня скажу, что все руководители стараются рассчитаться в соответствии с договором. В каждом договоре прописано, сколько он должен дать аренную плату за аренду земли в виде натуры или в денежном выражении. И также они нам отчитываются, что вот на гектар столько-то, на всю квоту столько-то дал, кто-то дает денежным, кто-то на тур. Если вдруг нарушены договорные обязательства, экономический арендодатель, он в первую очередь должен подойти к руководителю и спросить, почему так. Далее уже только через суд можно заставить этого экономического агента, лидера выплатить все, что полагается по договору. Потому что договор заключается между ним и между арендодателем и арендатором. Все, туда никто не может влезть, только через суд. Но скажу, что практически таких примеров, чтобы через суд люди требовали, в последнее время нет этого. Почему? Потому что земля вся обрабатывается, и каждый старается, наоборот, подойти очень нормально к... По-человечески. По-человечески, да. И в соответствии с договором подойти к своим квотчикам, рассчитаться, чтобы люди не забирали эту землю у них. Даже некоторые экономические агенты в хорошие годы дают за пользование землей, дают выше тех показателей, которые указаны в договоре аренда. Агенты дают выше для того, чтобы иметь свое лицо. И если вдруг в тяжелый год, когда будет засуха, будут какие-то трудности, чтобы они могли объясниться. Благодарю за пояснение, Андрей Петрович. Выше мы с вами говорили о изменениях в методах работы в сельском хозяйстве. И вы не сказали о методе обработки земли, чтобы адаптироваться к новым климатическим условиям. Какие это новые методы? Да. Сейчас, в последнее время, многие хозяйства Гагаузии переходят на такой вид обработки почвы, как мини-тил. Это очень многие уже перешли. Мини-тил – это минимальная обработка почвы, то есть уходят от спашки после того, как закончился сельскохозяйственный сезон, убрали культуру, раньше пахали. Когда пашется земля, выворачиваются очень большие глыбы наверх, эти глыбы быстро иссушаются, и после этого нужно очень большое количество осадков для того, чтобы накопить влагу там, чтобы они, опять же, стали влажные. Влажная – это почва. Сегодня стараются больше уйти от спашки и поверхностно обработать почву. При этом экономится влага в почве, меньше расходуется горюче-смазочных материалов – это нормально. Следующий вид обработки – это ноутил, то есть вообще не обрабатывать, убрал культуру, сразу же сеять другую культуру по необработанной почве. Это тоже очень хорошая технология, но наша зона такая, что после уборки озимых культур, это примерно конец июля, начало августа месяца, у нас в это время мало дождей выпадает, земля иссушается таким образом, что сеять её невозможно. Поэтому применение этой технологии у нас ограничено только в тех хозяйствах, где земля не тяжёлая чернозёма, а более песчаная, где-то есть мало таких почв у нас, но где-то ещё возможно ввести такую технологию. И последняя технология, которая относительно тоже недавно появилась, это стриптил называется технология, то есть технология возделывания почв по полосам, именно в те полосы, где будут засеяны семена. То есть не всю площадь обрабатывать, а узкие полоски земли, при этом опять же экономится горючее и сохраняется влага. Я правильно понимаю, что тут ноутил, субтил, это всё речь о дорогостоящих сельхозагрегатах, о специальной технике, тут предоставляются субсидии от государства, от регионов? Да, здесь правильно вы заметили, что ввести этих технологий надо, но не все смогут экономические агенты. В первую очередь это крупные хозяйства, которые экономически сильные. Они уже применяют эти технологии? Они применяют, да, и постепенно с каждым годом всё больше применяется, и естественно они могут оказывать услуги и другим хозяйствам. Это применение и покупка этой техники, она субсидируется государством. Кроме этого, в ближайшее время в Гагаузии мы хотим наш закон о субсидировании нести изменения и тоже поддержать эти новые применения этих технологий за счёт покупки этих машин. То есть, возмещать приобретение этих сельхозмашин для того, чтобы хозяйство могли переходить потихоньку. Благодарю. Андрей Петрович, интересуются наши слушатели, сколько стоит урожай пшеницы прошлого года и урожай кукурузы прошлого года? Прошлого года? Да. Ну, в настоящее время цена упала. Мы надеялись на цену около пяти лей на пшеницу, но она в сезон была около четырёх лей. Сегодня ещё меньше цена, где-то в районе три с половиной, три шестьдесят, даже кто-то говорил уже и три сорок. Цена упала, к сожалению. Этому есть объяснение в том, что, как я говорил чуть ранее, рядом в Украине идёт война. Украина производит более ста миллионов тонн зерна в год. Если республика Молдова производит три с половиной миллиона тонн, представьте себе, сто два миллиона они произвели, а мы три с половиной. Почти ничего по сравнению с ними. Весь этот объём зерна прошёл на запад в этом году через территорию Молдовы. Потому что Одесский порт не работает и приходится всё вывозить через Молдову, на Констанцию. Естественно, такие объёмы, проходя через республику Молдову, они не могут отразиться на нашей реализации. Очень много хозяйств имеет сегодня в складах ещё свою продукцию. И на цене не могло не сказаться, потому что Украина всё-таки имеет и заводы по производству ядохимикатов, производству удобрений. Другие объёмы производства, другие возможности. Запчасти, да, запасные части. Поэтому и получается, что себестоимость их продукции дешевле. И раз она дешевле, естественно, проходя через Молдову, то наша продукция не может продаваться дороже. Это большой минус, конечно. Андрей Петрович, прошу прощения, уточнение, кукуруза позапрошлого года. Не знаю, есть ли разница в цене за кукурузу. А, позапрошлого года. Я сейчас, наверное, боюсь ошибиться. У нас в управлении есть эти данные, но 2,60, по-моему, стоила кукуруза. В этом году относительно экспорта, какие прогнозы? В прошлом году действительно наши аграрии пострадали, и цена была крайне низкой. Вот вы объяснили сейчас очень подробно причины, почему мы с этим столкнулись. Но всё же, какие прогнозы на этот год? Либо рано ещё их делать. Ну, имеется в виду урожайность? Экспорт, да. Экспорт. Как будут аграрии продавать свою продукцию, выращенную в этом году? Да, по зерновым боюсь, что ситуация может не улучшиться, потому что конец конца войны мы не видим. Опять же, зерно украинское будет через Молдову проходить. Надо всё делать, чтобы снижать себестоимость своей продукции. А есть ли другие варианты выхода из этой ситуации, Андрей Петрович? Допустим, вчера наши слушатели говорили о производстве муки, если я не ошибаюсь, в Чедерлонге. Я не знала об этом предприятии, но отмечалось, что достаточно крупным оно было в своё время. И сожалеют, что теперь его уже нет. Может, и в этом плане переориентация нужна для нашего сельского хозяйства? Ну да, это всегда... Иначе поступать с выращенным оружием. Всегда правильно не продавать сырьё, а продавать готовую продукцию. Это правильно. Вот. Ну, в первую очередь, опять же, надо искать рынки сбыта. Чтобы здесь, на месте, перерабатывать, как делается с виноградом, скажем, перерабатываться на вино. Наши виноделы потихонечку в мире становятся более узнаваемы. Наши вина получают много медалей. Да, действительно, когда говоришь молдавское вино, может быть, никто в Европе... Редко кто в Европе купит, потому что знают изначально, что есть французские хорошие вина, итальянские вина хорошие, испанские. Но тут меняется картина в последние годы. Но, да, когда эти вина на конкурсах снимают название, просто прикрывают и дают дегустировать, то получается, что наши вина получают очень много призов и медалей. Вот, и постепенно цены на наши вина, действительно, и качество наших вина становится лучше. Переработка, действительно, вот переработать зерно в муку из овощей, делать консервы из фруктов, соки, это, конечно, было бы более правильное. Внутренний рынок не может оказаться в этом случае частично спасительным? Допустим, если мы закупаем у других государств, соседних, кукурузную муку, крупу и муку пшеничную, может, мы можем обеспечить свой рынок своей продукцией, своим сырьем и продуктами? Здесь должен быть, бизнес должен работать. И программа государственная, наверняка. Государственная программа, да, может это поддержать, но инициатива должна быть от бизнеса, смотреть, видеть, что можно было бы открыть, какие производства. А государство, конечно же, должно поддержать это. Еще не так много времени у нас с вами остается до завершения эфира, поэтому вопросов много, но приходится отсеивать. Оставляю самые главные, которые в обязательном порядке хочу задать. О животноводстве хочется поговорить. Во время наших прямых эфиров в студию радио звонят наши слушатели, действительно, зачастую затрагивают очень серьезные проблемы. Вчера, например, они в рамках диалога в студии говорили о том, что хотели бы возрождение животноводческого сектора. Как обстоят дела сегодня у нас в животноводчестве, в регионе, и как хотелось бы, чтобы они обстояли, эти дела, на самом деле? Есть ли субсидии, опять же, в этой отрасли тоже? Животноводство – одна из основных отраслей сельского хозяйства. В Гагузии она дает где-то около 12-15% валового дохода, и ее надо развивать и увеличивать, потому что в той же программе адаптации изменения климата мы говорим о том, что надо переходить на севообороты, надо чередование, научно обоснованное чередование культур вести для того, чтобы меньше применять удобрений, снижать себестоимость, но этого невозможно делать без развитого животноводства. Когда развитое животноводство есть, тогда есть у нас органические удобрения. Внося удобрения, мы почву как бы обогащаем питательными элементами. Имея животноводство, мы можем выращивать корма для них, тот же горох, травы, которые являются отличными предшественниками для основных культур, как пшеница, кукуруза и так далее. Надо развивать. Мы на днях, точнее сказать, 10 марта приглашали к себе госсекретаря Министерства сельского хозяйства, господина Юрий Скрипник. Он курирует животноводство в Минсельхозе. И пригласили руководителей, специалистов животноводческих предприятий, наши специалисты Главного управления АПК. Мы провели совещание, на котором в основном ориентировано было совещание на вопросы хозяйств, те злободневные вопросы, которые имеются сегодня у них. Очень хорошее совещание было, около двух с половиной часов были вопросы-ответы, все получили ответы на свои вопросы. Естественно, над многими вопросами надо будет дальше работать и разъяснять. После этого был выезд в хозяйство Гагаузии, которые сегодня имеют очень хороший племенной скот. Они сертифицируются на племенные хозяйства, и они уже дальше могут этот скот продавать, как на территории Гагаузии, так и на всей территории Молдовы. Это очень хорошо, специалисты посмотрели эти хозяйства, очень были удовлетворены состоянием животных и ферм, и естественно, хозяйства получили сертификаты как племенные. Поддержка в отрасли животноводства продолжается, и в этом году особенно будет большое в этом направлении сделана поддержка. Было сказано, что около 25 миллионов евро Всемирного банка будет выделено на эту отрасль в качестве разной помощи агрохозяйствам. В том числе предполагается поддержка производства молока, на каждый литр реализованного молока тоже будет определенная сумма выплачиваться. И в Гагаузии тоже из фонда субсидирования с изменением закона мы предполагаем некоторые увеличения мер по поддержке животноводческой продукции. Еще одна проблема, о которой вчера говорил наш слушатель, это отсутствие пастбища, что на его взгляд стало одной из причин уменьшения количества домошнего скота в наших населенных пунктах. Слушатель сообщил, что незаконно вспахиваются пастбища. Скажите, Андрей Петрович, сколько таких фактов было выявлено, допустим, за 2022 год, и как с этим в целом боретесь? В прошлом году в Главном управлении АПК начался процесс инвентаризации пастбищ во всех примариях Гагаузии. Мы сделали определенную работу, в этом году мы ее будем продолжать. Пастбища, они относятся, это земли примарийские, общественные земли. Поэтому в первую очередь здесь спрос примарий. Но скажу, что в соответствии с законом примары, вернее совета примарий, они могут дать в аренду определенные пастбища для тех животноводов, которые имеют своих животных. Даже в частном секторе имеют животных. И для того, чтобы они пользовались этими пастбищами, оккультуровали эти пастбища, следили за ними. Закон это сегодня допускает. Конечно, есть случаи незаконного вспахивания пастбищ. Это выявляется и дается время для экономического агента, чтобы он перестал эти земли обрабатывать и дал им как бы... Снова стать пастбищем, да? Снова стать пастбищем, да. Со временем. Или же в случае нежелания тогда идет обращение суды. Но в свою очередь хочу сказать, что те пастбища, площади пастбищ, которые были раньше, конечно, в них сегодня и нужды нет. Потому что количество животных значительно сократилось в частном секторе. Если наши родители многие имели у себя дома животных, и овец, и коров, то мы не хотим сегодня иметь этого. Но есть те, кто хотят. Есть кто хочет, но значительно их меньше. А наши дети тем более не хотят. Вынуждено согласиться, тут уж точно. Да. К сожалению, это... Ну, не только у нас. В Европе мы видим даже... Там не то, что люди не могут содержать. Там запрещается содержать на дому. Поэтому вот... Ну, будем исходить из наших реалий, да. Благодарю вас за это интервью, Андрей Петрович. Мне было приятно и интересно с вами беседовать в студии Григорьского радио. Думаю, что еще встретимся. Говорить всегда есть о чем. И здорово, когда есть перемены и есть возможности для наших аграриев, которые, собственно, и составляют большую часть нашего ВВП и бюджета автономии. Они образуют нашу продовольственную безопасность. Поэтому мы всегда стараемся помощь им идти. И если есть какая-то возможность поддержки, конечно, всегда стараемся. Ну и, пользуясь случаем, благодарим всех наших аграриев за их нелегкий труд. Да, спасибо. Благодарю всех за внимание. До скорых встреч в эфире ГРТ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА